Хвала Аллаху Хвала Аллаху, который вменил своим рабам в обязанность пост, очищающий их души от грехов. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого не сотоварищей. Владыки истины, всезнающего и свидетельствуют то, что Мухаммад, его раб и посланник, лучший из тех, кто делал намаз, держал уразу, совершал обряды хаджа и обходил заповедный дом Аллаха. И да пребудут в мире благословения Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока о них упоминают праведники, а ночь сменяет день. Мы просим Аллаха сделать нас из числа праведников умы Мухаммада и собрать нас в судный день в его группе. А затем, уважаемые братья, верующие не перестают искать милость Всевышнего Аллаха в этот великий месяц. И да будет благословен для нас пост, пусть благословенной для нас будет эта обязанность, за счет которой можно стать ближе к Всевышнему Аллаху и в которой кроется упование на Него. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, радовался приходу этого благословенного месяца и не переставал сообщать своим сподвижникам благие новости, говоря им, что каждый день Всевышний Аллах украшает свой рай и говорит ему «Уже скоро мои праведные рабы избавятся от усталости и зайдут в тебя». Мы, о мусульмане, находимся в конце этого благословенного месяца. Эти благие дни быстро проходят. И с каждым прошедшим днем этого щедрого месяца наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лишь сильнее устремлялся к своему Господу и усерднее поклонялся Ему. Аиша, да будет доволен ею, Аллах сообщила, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встречал эту благословенную, последнюю декаду, которую и мы встретим сейчас. Сейчас он, да благословит его Аллах и приветствует, встречал ее с еще большим поклонением, посвящая себя поклонению и повиновению Аллаху. Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала, что в Рамадане Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял усердие в поклонении. Но больше всего он усердствовал в последние 10 дней Рамадана. Она сказала, когда наступали последние 10 дней, он потуже затягивал свой изар, занимался по ночам делами поклонения, и будил членов своей семьи. Потуже затягивал изар, то есть он проявлял крайнее усердие в поклонении. Он будил свою семью, то есть он, да благословит его Аллах и приветствует, не просто совершал свое поклонение, чтение Корана и так далее самостоятельно, в одиночестве, а велел своей семье делать то же самое, как сказал Всевышний Аллах, вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершая его. Аллах также сказал, оберегайте себя и свои семьи от огня. Также Аллах с похвалой отозвался о своих верующих рабах, которые жили до нас. Он сказал об Исмаиле. Помянив Писание Исмаиле, воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, недовольствовался тем, что сам устремлялся к поклонению. Он, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал к этому и свою семью. Своими делами и словами пророк, да благословит его Аллах и приветствует, показал нам разные виды поклонения, к которым человек должен быть особо внимателен в течение 10 последних дней этого священного месяца. Первое из них, он должен стремиться продолжать то, что уже начал. Таравих намаз и дополнительный ночной намаз. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который привел Аль-Бухари. Кто выстоит Рамадан в вере и надежде на награду Аллаха, тому будут прощены его предыдущие грехи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул весь Рамадан. То есть не выстаивай одни ночи, после чего оставляй другие. Верующий должен быть таким, как сказал Аллах, поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, смерть, не явится к тебе. Он должен усердно поклоняться и в начале месяца, и в середине, а также в его конце. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал своих сподвижников к тому, чтобы они проявляли постоянство в повиновении Аллаху и поклонении. Заметно, что некоторые люди, возможно, в начале месяца молятся с энтузиазмом, но когда наступает конец месяца, они отвлекаются, скажем, на то, чтобы пойти со своей семьей на рынок или куда-то еще, чтобы купить вещи к празднику, хотя эти 10 дней лучше, чем предыдущие 20. Когда кони доходят до конца ипподрома, они начинают выкладываться по максимуму, чтобы обогнать других. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам достоинство этих 10 дней, чтобы люди еще больше стремились в них к поклонению. Он сказал, кто будет выстаивать Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будут прощены его предыдущие грехи. Кто будет стоять в намазе за имамом, пока тот не уйдет, то есть пока он не закончит свой намаз, за ним будет записано выстаивание ночи. Так давайте, о постящиеся, совершать ночной намаз до конца месяца, чтобы быть из тех, кто выстоял весь Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха. В сахихе муслима, в хадисе Саубана, да будет доволен им Аллах, говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, совершай больше земных поклонов. Поистине, за каждый земной поклон Аллаху, он непременно возвысит твою степень, сотрет твое прегрешение и запишет совершение благого дела. В другом, достоверном хадисе сказано, когда раб Аллаха встанет на намаз, его грехи берут и ставят на его голову и плечи, и каждый раз, как он совершает поясные или земные поклоны, грехи сыплются с него. За счет твоих долгих и многочисленных сучудов, проводимых в смиренности, будет приближение к твоему Всевышнему Господу, принятие твоих благих дел и искупление грехов. Также, уважаемые братья, человеку следует стремиться много читать Коран. Когда наступала последняя декада Рамадана, наши праведные салифы, да помилуют их Аллах, стремились еще больше читать Коран. Хатада, да помилует его Аллах, в остальные месяцы года полностью прочитывал Коран раз в семь дней. То есть каждый день он читал примерно по четыре с половиной джуза. Когда наступал Рамадан, он полностью прочитывал Коран за каждые три дня. Когда же приходили последние десять дней, он усердствовал так, что прочитывал Коран полностью за день. Человек способен на это. Если он будет читать один джуз немедленно и небыстро, это займет у него меньше получаса. Если же он захочет прочитать весь Коран, это займет у него примерно тринадцать часов или чуть больше. Так он сможет прочитать весь Коран за один день. Салифы, да помилуют их Всевышний Аллах, так и делали. Они начинали усердствовать в чтении Корана еще больше, когда оказывались в последних десяти днях. Уважаемые братья, человеку следует стремиться к тому, чтобы как можно больше читать Коран. Прочитать его полностью один раз, два или больше. Воистину, этот месяц, месяц Корана. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также шел на иатикав, когда наступали последние десять дней. Иатикав у мусульманий, это непрерывное нахождение в мечети, в поклонении Всевышнему Аллаху. Это когда человек постоянно находится в мечети и не выходит из нее. Чтобы полностью посвятить себя чтению Корана и спрашиванию прощения у Аллаха, истихфару, дуа, духа-намазу и другим молитвам. С тех пор, как наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил хинджеру в Медину и построил свою благословенную мечеть, он ни разу не пропускал иатикав. Однажды, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, вышел на Игдикав мечеть, он увидел там несколько маленьких палаток своих жен. И раньше женщины тоже ходили на Игдикав мечеть, у них не было там отведенного специального для них места. Женщина ставила себе палатку в мечети, чтобы укрываться в ней. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел, как много там женских палаток, он понял, что одни из его жен стали ревновать к другим. То есть некоторых из них, возможно, побудило пойти на иатикав, не стремление поклоняться, а ревность и чувство соперничества к такой-то и такой-то женщине. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, благочестия ли вы желаете? То есть вы хотите только благочестия и поклонения? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не пожелал, чтобы кто-то остался, не имея соответствующего иатикаву намерения. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прерывал свой иатикав, и его жены тоже прервали иатикав. Но на следующий год, он, да благословит его Аллах и приветствует, находился в иатикаве 20 дней, чтобы искупить дни за прошлый год. И в следующем году он также был в иатикаве 20 дней. Имам Мухаммад, ибн Шихаб Аз-Зухри, да помилует его Аллах, сказал удивительным мусульмане, которые оставили иатикав, который пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не оставлял, пока не встретился со Всевышним Аллахом. И Пророк да благословит его Аллах приветствует, совершал иатикав. Так что упастящиеся, если у человека получается пойти на иатикав, даже если ненадолго, даже если он пробудет в иатикаве всего день, будет сидеть от фаджр намаза до магриба намаза в мечети, а когда сделать магриб намаз, вернется к себе домой, это будет считаться как однодневный иатикав, и за него полагается награда. Или если человек будет делать иатикав ночью, сделать магриб намаз в мечети, а потом останется в ней до азана на фаджр, это иатикав одной ночи. Или если он сделает фаджр намаз и останется в мечети до следующего фаджр намаза, то есть одни сутки. Все это, несомненно, относится к одним из величайших видов поклонения. Некоторые ученые сказали, что нет ничего плохого в том, чтобы находиться в иатикаве меньше, чем день или ночь. Если ты помолишься в мечети, зухр намаз, затем сядешь с намерением иатикава до азана аср, это будет иатикав, даже если длился он всего несколько часов. Или если ты сделал, например, таравих намаз, затем остался в мечети, читая Коран, до ночного намаза. В иатикаве ты был несколько часов. Это тоже считается разновидностью иатикава, без сомнения. Иатикав имеет большое достоинство. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщал людям о кафарах, то есть вещах, которые искупают грехи, среди них он упомянул ожидание следующего намаза. То есть ты делаешь зухр намаз, потом идешь на работу, но твое сердце продолжает быть занятым ожиданием следующего намаза. Это стирает грехи. Так что вы думаете о постящемся, о том, кто делает намаз и остается в мечети до следующего намаза? Если даже тот, кто помолился, а потом вышел, получает аджар, если в его сердце у него остается ожидание следующего намаза, то что вы думаете о том, кто молится после чего, остается в мечети? Без сомнений. Он получит великую награду. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что если любой из вас совершит омовение должным образом, затем явится в мечеть с единственной целью совершить намаз, Аллах обрадуется ему так, как радуется семья, когда встречает того, кто долго отсутствовал. Это значит, что когда тот, кого долго не было, приходит, его семья радуется ему и ликует, потому что любит его. А наш Всевышний Господь, и нет ничего подобного ему, и он, слышащий, видящий, радуется прибытию своего раба, когда тот приходит в мечеть помолиться. Так что тогда можно сказать, если этот раб так и останется в мечети, и не будет из нее выходить? Все это, уважаемые братья, относится к достоинству И'тикафа. Тот, кто может пойти на И'тикаф, даже ненадолго, пусть сделает это. А тому, кто может пойти в И'тикаф на все 10 последних дней Рамадана, будет еще лучше. Если человек захочет провести в И'тикафе последнюю декаду месяца, как это делал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пусть зайдет в него с заходом солнца 21 ночи. То есть, например, в один из дней, и это 21 число, он пойдет на Магреб-намаз, останется в мечети и выйдет из нее только после того, как прочитает фаджр-намаз в день Айдуль-Фитура уразы Байрама. Так делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И он находился в И'тикафе все 10 последних дней Рамадана. Я прошу Всевышнего Аллаха принять от нас наш пост, выстаивание намазов, чтение Корана и милостыню. О, Аллах, заверши для нас месяц Рамадан Твоим довольством, освобождением от огня. Сделай нашу встречу на просторах Твоих райских садов и охвати всех нас своей милостью, щедростью и благом. На этом я заканчиваю и прошу у Великого Аллаха прощения для себя и для вас, от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину, он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого не сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, друзей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам, и их сунни, вплоть до Судного дня, а затем. О Аллах, поистине мы просим Тебя совершения благих дел, оставления порицаемого и любви к беднякам. Если Ты пожелаешь искусить своих рабов, забери нас к себе неопозоренными и неискушенными. О Аллах, сделай нас из числа тех, чей пост Ты принял, наградил за совершение ночных намазов, принял их чтение Корана и их благие дела. О Господь миров! О Аллах, прости нам те ошибки и промахи, которые мы допустили в этом священном месяце. О Аллах, прости нам промахи, которые мы допустили в этом священном месяце. И сделай нас, Господь наш, из числа тех, кого Ты освободил от адского огня. О живой, о поддерживающий жизнь! О Аллах, мы просим у Тебя всякого блага, скорого и последующего, о котором мы знаем и о котором не знаем, и прибегаем к Тебе от всякого зла, скорого и последующего, о котором знаем и о котором не знаем. О Господь миров! О Аллах, о живой, о поддерживающий жизнь! Мы просим Тебя исправить наше положение. Мы просим Тебя исправить положение наших братьев-мусульман по всей земле. О Господь миров! О Аллах, исправь положение наших братьев-мусульман по всей земле. О Аллах, объедини их и сохрани их от явных и скрытых смут, о Господь миров. О Аллах, сохрани их от явных и скрытых смут, о Господь миров. О Аллах, пролей на них благо повсеместно и не делай их жизнь тяжкой, о Господь миров. О Аллах, помоги нашим братьям-муджахидам в Шаме. О Аллах, помоги нашим братьям-муджахидам в Шаме. О Аллах, объедини их слово, их ряды. Прими их шахидов. Помилуй их умерших, вылечи их раненых и исцели их больных О Аллах, облегчи поступление к ним денег и оружия, о Господь миров О Аллах, объедини их слово под одним знаменем Объедини их ряды, направь их выстрелы Сохрани их от всех явных и скрытых смут О обладатель величия и великодушия О Аллах, мы также просим тебя за наших братьев в Египте Чтобы ты сохранил их жизни О Аллах, сохрани их О Аллах, сохрани их, их жизни и души О Аллах, объедини их слово О Аллах, поставь над ними лучшего из них 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 О Аллах, поставь над ними правителем того, кто боится тебя Страшится и следует твоему довольству О Господь миров О Аллах, сохрани их от явных и скрытых смут О Аллах, сохрани их от явных и скрытых смут О Аллах, удали от них убийства, насилия и пролитие крови о обладатель величия и великодушия, о Господь миров, о Аллах, сохрани их спереди, сзади, справа и слева, о Аллах, о живой, о поддерживающий жизнь, о обладатель величия и великодушия, поистине ты видишь, в каком они положении, ты слышишь их мольбы, о Аллах, мы просим тебя, Господь наш, не спасать им безопасность и веру, благополучие и ислам, о живой, о поддерживающий жизнь, о Господь миров, о Аллах, мы просим тебя за нашу страну в особенности, И для всех мусульманских стран в целом, чтобы ты не спасал им безопасность и веру, благополучие и ислам и удалил нас от смут явных и скрытых. О, обладатель величия и великодушия! О, Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима. И не спасли свои благословения Мухаммаду и семейство Мухаммада, как не спасал ты благословения Ибрагиму и семейство Ибрагима. Воистину ты хвалимый, славный. Твой Господь, Господь могущества Причист и далек Он от того, что они приписывают Ему Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров